Всем привет! Меня зовут Лера. Добро пожаловать обратно на канал. Я радовалась их приветствовать. Надеюсь, вас радуют ролики, которые выходят на данном канале. Сегодня мы с вами проверяем контрольный диктант по русскому языку, который пишется в обычных зелененьких тетрадочках. Сегодня мы без проверочных. В этот период времени проверочных по русскому и правда очень много. Нет, на их и правда очень много. Это же не моя прихоть. Но сегодня у нас с вами простые зелененькие тетрадочки, диктант, 31 слово, грамматическое задание, которое состоит из двух заданий, тоже небольших. Поэтому, кому нравится формат таких видеороликов, обязательно подписывайтесь. Не забывайте ставить лайк и комментировать. Обратная связь это очень важно. А мы с вами начинаем. Погнали! У нас сегодня 19 января. Контрольный диктант в лесу называется. Да, лично у моих детей всегда возникают вопросы со словом контрольный, хоть он и написан на доске, да? Контрольный, контрольный диктант. Я помню, я подходила к этому ребенку, когда ходила по рядам. Тут моя точка уже присутствует. Называется «В лесу». Вот такой вот он небольшой. Да, грамматическое задание. Одно грамматическое задание мы вынесли за текст. Второе грамматическое задание находится в самом тексте. Итак, «В лесу» с красной строки. Одно у этого текста всего лишь одна красная строка, да? Ну, тут видно, что чуть-чуть отступили. Конечно, можно это считать за красную строку. Давайте начнем. Прямо по слогам. Прямо по слогам. Так, моей красной пасты здесь нет. То есть, ребенок сам нашел и исправил все ошибки. Давайте посмотрим, сколько их здесь. Так, значит, с самого начала. Здесь все было правильно. Здесь одно исправление. Второе исправление. Третье исправление. Четвертый про перенос, да? У меня здесь есть критерии рядом на листочке, да, которыми мы всегда руководствуемся. Я их просто всегда рядышком держу, чтобы, если что, какие-то форс-мажорные ситуации, да, были, чтобы не ошибиться. И за пять мы можем поставить только, если работа выполнена без ошибок, либо одна негрубая ошибка. Здесь у нас есть два исправления, ой, вернее, целых три исправления, не считая переноса, да. Здесь мы пятерку поставить не можем. Здесь за сам диктант четверка. Но я уже вижу, что за оформление здесь тоже будет четверка, да. Давайте здесь еще посмотрим пушистые. Здесь ошибок нет. Значит, за сам диктант мы ставим... Куда бы? Куда уехала? За сам диктант мы ставим четыре. Да, потому что, ну, моей же красной пасты нет, то ребенок нашел и исправил все свои ошибки. Дальше давайте вернемся к грамматическому заданию. Первое грамматическое задание у нас было разделить для переноса слова. У какого-то варианта это были слова пушистые, у какого-то варианта это будет слово макушку. Да, к нему мы тоже, его мы тоже посмотрим сегодня. То есть нам нужно слово пушистые разделить на слоги. Давайте посмотрим. Пушистые. Пушистые перенести. Пушис, а ты перенести. Правильно, это верно. Здесь три варианта переноса. Дальше. Второе грамматическое задание мы сделали прямо в тексте, да. Нам нужно поставить, опять-таки же, у какого-то варианта здесь, ну, у вариантов будут разные предложения, да. У второго варианта это, по-моему, четвертое, если я не ошибаюсь. У первого варианта это второе. Итак, в снежных шапках стоят пни. В снежных шапках стоят. И у слова пни мы ударение не ставим, потому что в слове пни всего лишь одногласное. Тут так и так. В общем, по-любому, хоть как верти, ударение будет ставиться на и. Значит, за грамматическое задание мы тоже, мы тоже, мы ставим пять. И за общий вид, за общий вид, да, ну, тут вот за исправление, за то, что на строчке немножечко мы не попадаем, да, я ставлю четыре. За грязноту, в общем, да, тут исправить можно было как-то поаккуратнее, мне кажется. Хотя, исправлено вполне себе неплохо. В общем, получилось, Настя, четыре, пять, четыре. Итого, с первой тетрадью в этот раз мне повезло. Ребенок не допустил ни одной ошибки, которую бы не заметил, так скажем. Все ошибки, которые ребенок допустил, он исправил самостоятельно. За четыре недочета я поставила ему четыре, и я думаю, что это справедливо, да, потому что на тройку здесь нет, это было бы несправедливо. Пятерку это тоже не тянет, а четверка это самый оптимальный вариант. С грамматическим заданием ребенок справился полностью, за это он получил пять. И за общий вид работы четыре. Давайте посмотрим еще второй вариант, да, точно такой же диктант, только с различным грамматическим заданием. Опять начинаем проверять с самого начала. Девятнадцатый января, контрольный диктант в лесу, называется. С красной строки, опять тридцать одно слово, все как обычно. Я надеюсь, что тридцать одно, что ничего не пропустили. Кругом пушистые снега в снежных шапоках стоят пани. Но лес живет, стучат по стволу дятлы. У куста заяц грызет кору. За елью скрылась лисица. На макушку елки села ворона. Опять, моей красной пасты здесь нет. Давайте посмотрим на исправление рукой ребенка. Я не вижу никаких исправлений. Значит, тут смотрим макушку, макушку, макушку. Ага, ошибок здесь тоже нет, потому что ошибки, которые сделаны в грамматическом задании, они тоже учитываются. Так, нет ничего, никаких ошибок, поэтому за сам дик точно нет. Да нету, 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 хорошая работа. То есть мы ставим пять за диктант, идем смотреть грамматические задания. У второго варианта было слово макушку. Откуда оно? На макушку. Смотрим, как его разделили. Макуш, аку перенести. Ма, акушку перенести. Опять макуш, аку перенести. Повтор, да? Макушку, аку, аку перенести. Вот. Маку. Эх, ладно. Давайте полностью зачеркнем. Давайте полностью зачеркнем. Значит, макушку, макушку и маку, ашку перенести. Вот таким вот образом, да? То есть за это задание получают плюс-минус. То есть теперь нам нужно посмотреть, как поставлено ударение. У второго варианта ударения, я говорила вроде на четвертое, да? Один, два, три, да, четвертое. Стучат по стволу дятлы. Дятлы. Итак, стучат по стволу дятлы. Было время, когда у детей были проблемы с ударениями, и я очень рада, что они вроде как исчезли. Здесь тоже все правильно. То есть за грамматическое задание из двух сделано полтора, поэтому это четыре. И общий вид меня радует. Здесь нет никаких помарок, да? Если присмотреться, буквки все ровные почти. Видно, что ребенок старался. Поэтому я поставлю за общий вид картины пять. Итого, за вторую работу ребенок имеет пять. За сам диктант он не совершил ни одной ошибки. Не той, которую исправила я, не той, которую он исправил сам. То есть за это у него пять. Четыре за грамматическое задание. Так как неправильно перенес. Как бы не написал еще один вариант переноса слова «макушку». Два раза написал «макуш», а «ку» перенести. Маку-ку забыл, да? Поэтому за это задание четыре. И за общий вид картины я поставила пять. Буквы хорошие, красивые. Мне все нравится, все устраивает как учителя. Поэтому вот такая вот работа. Пять, четыре, пять. Это неплохо на самом деле. Я сегодня вытянула какие-то две счастливые тетрадки. Даже без работы над ошибками. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте подписываться, оставлять лайки. Оставлять лайки и ставить комментарии. Ставить лайки и оставлять комментарии. С вами была Лера. Увидимся в новом ролике. И всем до новых встреч. Пока-пока.